здравствуйте приветствую вас на канале про цветок сегодня мы поговорим о рассаде ту которую мы выращиваем на своих подоконниках это перцы это баклажаны пришла пора на у нас участвовать в условиях белоруссии высадки их в теплицу на улице что прохладно хотя уже там много чего цветет и сады цветут но теплица уже подходящее место там где мы можем высадить эти культуры ну и самое главное что эти культуры имеет у нас по 5-6 настоящих листьев то есть они пригодны для посадки уже в теплицу ну что какие нюансы тут есть что там надо делать что не делать а сейчас давайте будем разбираться давайте во всем будем разбираться в аппаратку ну во первых понятно что и баклажаны и перцы культуры которые все-таки имеют высокую урожайность где-то два с половиной килограмма с куста у баклажанов до 5 килограмм с куста поэтому для того чтобы иметь значит высокую урожайность надо почву хорошо заправить органическим веществом конечно свежий навоз нам не пойдет если мы заправим органическим веществом мы будем использовать в теплице пирогной добавляем пирогной мы можем дать полтора ведра на один метр квадратный ну мы можем сделать иной по-другому поскольку корневая система в этих культурно такая более компактная мы можем нести дозу пирогной а именно посадочные лунки если посадочные лунки и наши растения будут усваивать эти питательные вещества и жить очень хорошо ну дальше что будем разбираться знать перцы смотрите теплица мы перцы будем высаживать значит 70 на 40 сантиметров почему такое расстояние потому что наши перцы все придется развиваются более быстро чем на улице более мощные ну кабы и более тянутся более кустистые на улице же нам растаять для перцев хватило бы все лишь 60 на 20 но уже не первый год выращивая перцы наш я высажу перцы у два рода то есть лентами между лентой расстояние составляет 70 сантиметров вот лента от ленты а в ленте в роду 15-18 сантиметров ну почему так сажу 15-18 сантиметров кабы густо потому что перцы лучше опыляют друг друга завязывают больше урожая и не лучше поддерживать друг друга конечно есть огородники которые вот садят перцы вот так как я просто вам ходил показать специально посадим по два перца в одну лунку садят два перца в одну лунку я считаю что не совсем правильно почему потому что перцы такие растущие очень близко друг другу они конкурируют за питание и соответственно большого урожая дать не могут потому что они все время конкурируют ни одна подкормка значит уже ну расстояние очень близко и нас прохватывается обоим перцами и они не получают большой подкормки но тем более что надо учесть что и перцы и баклажаны особенно в начальный период роста они чувствительны к избытку минеральных удобрений поэтому и при посадке свои лунки я буду добавлять только органику только органику добавлю пирогной и буду высаживать эти эти культуры ну и вот тоже выращивая перцы они надеюсь вас все подписаны вы знаете сорта и не забывайте что в одном из своих роликов я сказал что есть перцы типа как как году которые вырастают высотой полтора метра то и метр восемьдесят так вот для того чтобы эти перцы раньше давали урожай у тех перцев высокоростных у меня сегодня то все низкоростные необходимо прищипнуть верхушку потому что боковые побеги этих перцев высокоростных дают урожай на две недели раньше чем центральный ствол так что запоминайте этот нюанс если вы проверите пакетики увидите что у вас перцы полтора метра и выше значит пришлипать верхушку не бойтесь способ проверенный мной уже неоднократно всегда давал хорошие хорошие урожаи ну тут по перцу самое главное что перцы распекированы в стаканчике конечно корневая система травмироваться не будет перец прекрасно перенесет пересадку ну что я еще сделают вот для перцев ну или баклажанов точно также делаю часто значит я и буду вороваться с миккоризой ну тут обработка миккоризой будет преследовать две цели для того чтобы у этих растений скорее развивалась корневая система наращивать более мощная в защищенном грунте но не осваивали больший объем почвы ну а потом они раз хорошие корни значит последствии они будут усваивать хорошо и подкормки которые я буду давать этим растениям беру миккоризный профит но нет на цели не поэтому эти просто добавляю немного луночку добавляем его луночку при посадке нашего перца или баклажана и они будут выполнять функцию то есть наращивать корневую систему ну по баклажану двух словах по баклажану что баклажан культура теплолюбивая ну и многие выращивают его также в теплицах но тут расстояние гораздо больше расстояние между радио 80 сантиметров и между растений 50 сантиметров то есть баклажаны более мощные требует большего расстояния ну я советую по баклажанам на состояние такие же ну опять же баклажаны очень отзывчивы на органику не шли много органики вы получите хороший урожай баклажанов потому что потом ни одной подкормкой нельзя нагнать урожай баклажанов если не посажены скудную почву ну и по баклажанах значит что еще советую я советую садить такие теплицы не закрытые теплицы а там где вы сможете летом где-то приоткрывать или форточки или как бы стенки освобождать от пленки для того чтобы был немного сквозняк почему потому что если баклажаны посадить в обычной теплице значит на них очень нападает паутинный клешч который губит на нет все наши труды ну точно так же в теплице значит баклажаны имеют очень стойкий запах вот а этот запах является лакомством для колорадского жука колорадские жуки слетаются со всей округи слетаются со всей округи на ваши баклажаны и вы приходите в один момент в теплицу такую сильно закрытую и вы видите что ваши баклажаны как говорится в той сказке остались рожки до ножки колорадские жуки все съели а если сквозняк запах не такой стойкий он улетучиваться и соответственно колорадские жуки не будут повреждать наши растить наши растения поэтому запоминаем что первое наш достаточное количество органики и второе что мы будем делать это микорыстные грибы у него опудривать корневую систему при соблюдении правильных расстояний между растениями мы получим потом осенью богатый урожай поэтому не садите растения на растений что последствия когда они вырастут знаете что в свободе они лучше развиваются и дадут урожай который был написан на пакетике то есть то что не могут дать реально возможный при заушении эти растения ну во первых и хотя они самоопылители но цветки начинают опадать заушения опыляются плохо и урожай гораздо ниже ну и что не забывайте что через две недели после посадки мы уже начнем давать первую подкормку первую подкормку мы этим растениям можем дать уже азотную использовать мочевину использовать мочевину столовая ложка на ведро воды под корме эти растения мы придадим им ускорение вот соответственно микориза органе будет перерабатывать это азотное удобрение ну и наши перцы будут заметно увеличиваться но потом через неделю надо дать будет обязательно фосфорно-калийную подкормку это может быть или зала ну зала в основном калий туда надо добавлять монокалия фосфата хотя бы чайную ложку на ведро воды вот или просто составлять из фосфорных и калийных удобрений надо помнить что и перцы и баклажаны как бы не очень хорошо переносят удобрения содержащие хлор поэтому калийные удобрения мы выбираем те которые без хлорные то же самый серно кислый калий может подойти вот потому что дозы как бы небольшие сильно почву мы не закислим хотя эти культуры очень отзывчивы на святкование почвы но поскольку свои теплицы и святкование почвы я провел осенью внес доломит в муку поэтому это уже работа у меня отпадает эту работу мне делать не надо ну вот если вы не внесли с осенью доломит в муку значит вы смело моете облунки при посадке добавлять древесную золу потому что зола это изястковый материал и калийное удобрение она раскищит вашу почву и в начальный период роста для баклажанов и перцев создадутся оптимальные условия для роста сделайте все правильно и получите богатый урожай чего вам и желаю до свидания